Студенты и ученые из Нижегородской, Ульяновской областей, Мордовской, Киргизской республик приехали в Чувашию для обмена опытом и поиска новых методик преподавания. На базе санатория «Профилактория мечта» Чуварского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева стартовала вторая международная летняя научная школа. Поиск новых идей и научных проблем активно включились более 40 обучающихся из 7 учреждений профессионального образования. В течение пяти дней, работая в команде, им предстоит подготовить и защитить научный проект. Молодежь и наука идут рядом. И сегодня именно вузы должны стать базовыми структурами для развития инновационных подходов к развитию научного потенциала. И уверен, что общение в рамках данной научной школы будет способствовать раскрытию потенциала молодых специалистов. Ежегодно в ЧГПУ имени Яковлева реализуются внутривузовские гранты, направленные на развитие студенческих инициатив. Один из них – проект международной летней научной школы. Основная цель – это объединить молодежь, именно кто занимается наукой, вокруг общественной организации, именно Совета молодых ученых. И этот грант, конечно, Педагогический университет поддержал. И, соответственно, у нас есть возможности, условия, база, где можем мы собрать не только с ЧГР, но и аспирантов, ученых из других регионов. В качестве лекторов научной школы выступают педагоги вузов и представители работодателей, руководители общеобразовательных организаций. Поэтому для участников школы это еще и отличная возможность показать результаты своего исследования, повысить компетенции, ну и, конечно, пообщаться с единомышленниками, в том числе и в неформальной обстановке. «Частица нас останется, и мы с потомками придем и скажем, вот это дерево посадила я. Вот это память». «Нас ждет много интересных дней, мы будем писать проекты, нас научат, как это делать». За круглым столом обсудили актуальные проблемы и перспективы развития гуманитарной науки. Дебаты получились плодотворными и содержательными. «Обсуждали сегодня проблему то же, что и у нас в стране, и у нас в ОЗИ. Не хватает грамотных педагогов с большой буквы». Педагог должен быть компетентным, обладать широким кругозором, а также владеть современными методиками преподавания. Именно такими и являются, по мнению экспертов, победители республиканского фестиваля «Открытая лекция», награды которым вручили во второй день работы научной школы. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.